Прежде всего, я хочу показать свое рабочее место. Когда я работаю мастихином, холст всегда лежит на столе. Потому что мастихином удобнее всего, когда холст расположен горизонтально. Чтобы правильно держать мастихин, то есть очень неудобно, когда холст будет горизонтально или даже под наклоном, вот так вот держать мастихин. У вас кисть просто быстро устанет. А когда холст на столе, то рука свободно ходит, как ей хочется. Вот это первое правило, когда я работала мастихином. Обязательно для вытирания мастихина я использую вот такую бумагу туалетную. Референс на планшете и палитра справа. Давайте сразу же посмотрим, какие краски я использую. Основа это, конечно, белила титановые. Больше всего я их выдавливаю. Дальше из голубых оттенок я выдавила всего лишь ультрамарин светлый. Раньше я использовала и голубую ФЦ, и небесно-голубую. Но вот в этой работе у меня достаточно будет ультрамарина. Немножечко к горизонту я буду разбавлять голубой краплаком. Для получения более розового оттенка. Дальше смотрим охры, земельные оттенки. Охра светлая, а нет, это сиена. Сиена натуральная, охра светлая, марс коричневый светлый и умбра натуральная ленинградская. Для самых темных участков картины. Немножечко выдавила зеленого. Из горячих оттенков я взяла кадмий желтый средний, кадмий оранжевый и кадмий красный светлый, по-моему. Вот все, что у меня на палитре. Конечно же, неотъемлемый элемент для работы это чашка цикория и конфетка. И начали. Первый этап в живописи у меня всегда это рисунок и поиск композиции. Намечаю я всегда кисточкой, каким-нибудь земельным оттенком, в частности Марсом. Так, линия горизонта чуть ниже середины холста. Намечаю ее и сразу же намечаю перспективу, в которой уходят все вот эти вот здания. Вертикали, невертикальные вертикали показываю. Это мне пока что так. Для того, чтобы глаз немножко понял, где что будет располагаться. Все здания, конечно, они разной высоты, они не такой вот высоты, как вот эта линия. Эта линия у меня чисто для того, чтобы показать, как у меня уходит перспектива. Где-то там вот в точке схода. Линейная такая. Перспектива с одной точкой схода. Так, ну и слегка намечу здание, но без такого четкого построения, потому что сейчас я буду делать, закрашивать весь холст. То есть такой подмалевок краской делать. Поэтому все равно у меня все-все уйдет под этот слой подмалевкой. И все равно потом я буду все простраивать. Сейчас я просто примерно подумаю, решу для себя, какие издания у меня войдут в картину. То есть тут, конечно, войдут не все строения, а только часть. Ну, понятно, что вот эти два строения войдут. Дальше вот эта вот башенка темная, она тоже войдет у меня. Поэтому я вот делаю для нее ось вертикальную. Так вот немножечко намечаю, какой формы она будет. Ну и, наверное, вот здание с оранжевой крышей войдет. И какой-то вот тут вот маленький беленький домик тоже войдет. А вот то последнее, оно, возможно, у меня будет совсем в такой затуманенности. Поэтому я его тоже намечу, что он будет. Но не факт, что я его буду прописывать. Что-то вот такое непонятное, но это понятно для моего воображения, наверное. Сейчас я примерно представляю, что у меня будет в картине. Пишу я на двойнике. Это льняное очищенное масло и разбавитель без запаха фирмы Sonnet. Вот такой вот. Все равно запах есть, конечно. Так, что еще у нас будет в нашей картине? Лодка. Такая вот лодка слегка наклоненная. Возможно, человечки. Какие-то такие интересные. И, наверное, вот этот кораблик тоже. Почему-то у него так вот парусник. Парус вот так вот наклонен. Не знаю. Может быть, нам прямо сделать или тоже наклонен. Все-таки какое-то движение, вот это направление, оно создает. Ладно, пусть будет тоже наклонено. Лодочка вот там. И сзади кораблик. Может быть, один тоже в таком тумане. Тоже покажем. И вот здесь вот эти вот палочки торчащие. Как они называются? Напишите. Не знаю. К которым прицепляют корабли. Тоже мы их покажем на переднем плане. Ну и красивые-красивые отражения. Вот такие будут. Вот это все, что касается рисунка, который я сейчас, скорее всего, просто замажу первым таким подмалевком. Так. Этот мастер-класс я пишу по просьбе моей подписчицы на Бусти, Светланы. Ей очень нравится, как я пишу мастихинам. И она тоже пробует себя в этой технике. Поэтому она попросила меня, чтобы я что-нибудь написала уже мастихинам. Потому что все-таки я последнее время пишу только кисточкой. Ну, я согласилась своим постоянным подписчикам на Бусти. Я иду на уступки всегда. И решила снять вот такой мастер-класс. Конечно, стоило бы выбрать сюжет полегче. То есть все-таки это сложноватый сюжет для новичков. Но вот мне очень захотелось его написать. Хотя бы посмотреть, как я пишу мастихинам. И вообще я сама хочу вспомнить, как это делается. Так, поехали. Белила смешиваю с ультрамарином. Пока что работаю такой жидкой-жидкой краской. И вот прям закрашиваю первый уголок холста этой жидкой краской. Потом мастихинам сверху я еще буду ездить по этой краске. Добавлять еще, может быть, какой-то цвет. Добавляем с ультрамарином. Сбавились мы с вами от белого холста буквально вот за 10-11 минут. И сейчас можно уже приступать к написанию. И начинаю намазывать масло на бутерброд, на холст. Видите, да, как у меня кисть работает? Постоянно меняя свое положение. Так непривычно, наверное, новеньким видеть, как я работаю мастихином. Потому что все-таки очень много подписчиков, которые пришли, когда я уже писала только кистью. Ну, а мастихином так, чуть-чуть. Такой довольно толстый слой краски получается. Вот этот уголок, он очень чистый в самом референсе. И на картине я тоже хочу максимально его сделать чистым. А дальше уже я буду смотреть. То есть в этот же замес я добавляю чуть-чуть охры. И ухожу вот сюда, вот этот, в левый край. Немножечко поработало в этой части неба. И могу даже уже какие-то облачка показать. Вот как белило прямо на глазах у меня тает, друзья. То есть вот это вот и... Беда, не беда, но проблема, что краски с мастихином уходит очень много. Живопись, конечно, получается эффектно, и паста. Но кисточкой, конечно же, расход был бы поменьше. Показываю облачко вот так вот немножко его. Вдавливая уже в существующую подложку. И тем самым я избавляюсь еще от чисто белого. То есть белый я в чистом цвете практически никогда не использую. Ну, такая вот полная импровизация началась. Где эти облачка будут, а где их не будет. Вот так вот. Давливаю одну краску в другую. Делаю где-то градиентики. И ищу все время еще какие-то такие вот цветовые нюансы. Красивые, вот как тут, например, в этом уголке. Холодный с теплыми. Пересекаются прям очень красиво. Я тоже использую это у себя в работе. Нужно для себя уяснить, что малым объемом краски вы в мастихиновой живописи не обойдетесь. Конечно же, нужно потратиться на инструмент. То есть вот сейчас я работаю инструментом итальянского бренда. Сейчас вообще очень сложно найти этот бренд, я так поняла. Но все равно встречается на просторах интернета, поэтому если поищите, то обязательно найдете. То есть я заказывала несколько лет назад, когда работала мастихином, на Алиэкспресс. Но это вообще ужаснейшие мастихины были. Поэтому, можно сказать, деньги на ветер были. И вот мне подходит либо вот этот итальянский бренд, РБ, по-моему, он как-то так звучит, не помню. Либо вот сонет неплохие. Как? Может быть, это рукой. Я раньше очень много пальцами писала, сейчас я пальцами вообще не пишу. Нет, уже отвыкла пальцами писать, мне уже некомфортно. Вот представляете, да? Два года у каких-то прошло, и мне уже, знаете ли, некомфортно. Так что, друзья, кто хочет какие-то вот интересные мастер-классы в моем исполнении, то, пожалуйста, прошу вас в творческую группу на Бусти, и я рассматриваю все предложения. Пока что цена остается прежней, 400 рублей в месяц. Ну, я чувствую уже, друзья, что очень много различных вопросов, запросов, предложений, и я уже слегка так не справляюсь с объемом информации. То есть нужно же отснять всю информацию, каждому ответить. И немножечко я так уже иногда теряюсь, что очень много ответственности от меня с моей стороны перед моими подписчиками. Поэтому пока что 400 рублей, дальше, ближе к лету я буду смотреть. Так, смотрите, какой тут интересный нюанс. То есть облачко имеет свет на свету и тень, темненькая такая довольно тень, а из-под облачка проглядывает вот такое ультрамариновое небо. Чистое-чистое, вот такой небольшой кусочек. Я его тоже тут покажу. Как сказал ему один художник, мы тут покажем драматургию. Мне так нравится, когда он говорит драматургию. То есть из-под какой-то такой вот тучки. Ясное, чистое небо. И вот впиталась вся краска. Я уже потихоньку начинаю ненавидеть этот свой грунт. Наделала их, этих холстов, таким грунтом. Сейчас мучаюсь. Можно сверху желатином так пробежаться и немножечко он уже будет не таким тягущим. Сейчас я буду мучиться тут. Либо брать больше масла, масленку сейчас налить. И тогда не так быстро будет все впитываться. Ладно, давайте я чуть-чуть отвлекусь от этих облачков. Еще вот их вот кину чуть-чуть совсем. И перейду на другие объекты. На здание, на кораблики, на набережную. Вот это здание. То есть оно у нас такое вот лесенка. То есть раз, два, три. И, наверное, вот тут вот надо было остановиться. И на разбил вниз идет немножечко в такой вот холодно-желтый оттенок. И туда же вот отражается еще и в воде. И обязательно, конечно, смотрите, чтобы вертикали были. То есть чтобы вот именно здание... Вот кораблики пусть там пляшут в разные стороны. А здания, они, конечно, вертикали должны быть. Можно я вот эту линию сделаю кисточкой? Невозможно я вот. Ну, не могу уже мастисином ее сделать. Возьму сиену. И вот так проведу. Так, немножко я отдохнула. И давайте продолжим. Почаще отходите от своей работы. Смотрите на нее издалека. Хочу немножко еще вот с этими домиками поработать. Марс с ультрамарином. Даже больше ультрамарина. И вот эту крышу. Такой теневый участок. И также толщина есть вот у этих... Как они? Пирамидок. И вот так вот покажем его. То есть видите, я сейчас очень... Так вот графично работаю. И смотрим обязательно, чтобы эта перспектива у нас никуда не уходила. Иначе все будет очень криво смотреться. Все-таки хоть у нас живопись такая импровизация, да, можно назвать. Но вот эти вот линии, да, построения, Их желательно, конечно, не уводить в разные стороны, там, следить за собой. Сразу же покажу там вот эту вот крышу этим же цветом практически. Какие-то еще, может быть, походу вот тут вот детальки, чтобы выровнять вертикаль. Уходя в перспективу, вот эти вот все лужи и лужи здания становятся. То есть если тут у нас такая широкая, то тут уж такая узенькая. Потому что уже все, сейчас у меня Миша проснется, и я эту работу не закончу. А потом мне не будет времени к ней возвращаться. Сейчас начнется жуть. Очень быстрая жуть. Просто смотрите, успевайте за рукой. То есть все работаю на тех же замесах, которые мы только что сделали, добавляя что-то новое. Или убирая. Отражение сразу же от нее, этой мачты. Белило уходит со скоростью света. Нормально. Тут можно какой-нибудь... Есть еще... Такие вот, знаете, совсем. А, вот эти вот палочки. Вы написали, как они называются? Я забыла. То есть один вот здесь. Другой здесь. Мешает мне штатив, такие кривые они у меня получаются. И еще вот тут. Попробую сейчас мастихинчиком написать их. Опустим, в лобке стоит. Полная экспрессия. Картина. Краски уже нет. Мучаю. Мастихинчик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok